Всем привет! С вами Светлана и Екатерина. Мы с Катей будем сегодня немножко релаксировать, перевирать книжечки, которые мы приобрели в июле месяце. Катя наконец-то посмотрит, охватит свою стопочку. В этот раз её стопочка ничуть не меньше, чем моя. Но начнём мы не с комиксов, как обычно, но начнём мы с небольшого подарочка, который в самом начале июля к нам с Катей пришёл. И видели бы вы ту радость, и слышали бы вы тот визг, который состоялся на почте, когда Катя увидела, какую же книжечку ей подарили. Подарила нам подарок тоже девушка Катя, и на самом деле этот подарок перечеркнул даже то, что мы не смогли в этот раз поучаствовать в БС, потому что эту книгу я не ожидала увидеть вообще, наверное, никогда, если бы я её сама где-то не нашла. Девушка по имени Катя, как и я, прислала мне, я не знаю даже, у меня был ступор на самом деле, я визжать уже начала после. Я когда увидела, я обомлела, это Том Стоппорт, Розенгранцы, Гильденстернер 2, здесь ещё, естественно, и другие пьесы. Если вы подписаны на мой инстаграм, то вы видели, что у меня теперь вот эти корпусовские издания Тома Стоппорта, все, их всего-то три. Из этих трёх книг я купила одну, а две другие мне прислали наши подписчицы. Моя благодарность, она не имеет слов, как я вот, я бы просто, если бы увидела этого человека, я бы его расцеловала, накинулась бы на него, он бы после этого со мной не общался. Так что берегитесь. Хорошо, что девушка Катя, наверное, не живёт в Ростове. Но Екатерина и меня не оставила без подарка. Она, как сама она написала, отправила мне книгу на свой страх и риск. Она сама её очень любит. Я не читала раньше этого автора. Это Даниэль Пинак «Приключения Камо». Здесь у нас несколько историй из жизни французских школьников. Я аннотацию не читала, потому что Екатерина мне написала, что не надо читать аннотацию, поэтому я сдержу это слово и не буду читать аннотацию. Только Катя мне сказала, что это о жизни французских школьников. Потому что я прочитала аннотацию. Мне почему-то кажется, что эта книга мне понравится. Не знаю, есть у меня такое внутреннее ощущение того, что я буду вот довольна. И Катя нам положила две открыточки. Вернее, это не открыточки, это её фотографии. Фотографии места, я так понимаю, где она родилась, где живут её родители. И настолько здесь умиротворённый пейзаж, что я тоже хотела бы хотя бы иногда пожить в таком месте. И ещё одна замечательная фотография. Это такой небольшой привет Сатоши от бесхвостого кота Василия. А теперь давайте перейдём уже к комиксам. И у меня, по-моему, уже традиционно их больше чутка. Первый комикс покажу я. Это не комикс, это графический БД-роман француза. Это Жибра от Срочка. Я его уже читала когда-то. Жибра не только рисует, но он сам и создаёт сюжеты. Все они об отношениях мужчины и женщины в тяжёлый период. Здесь это Вторая мировая война. Но все его истории со светлой грустью и с надеждой, что всё будет когда-нибудь хорошо. Моё следующее приобретение – это чисто фанатская покупка, которую я прочитала, наверное, минут за 15. Очень расстроилась. Думала, что будет больше, потому что выпуск был толстый. Думала, что прочитаю за 20. Да, это «Сладкие истории. Время приключений». Здесь сборник мини-комиксов. Все мини-комиксы отделены вот такими миленькими иллюстрациями. Я всё равно довольна, хоть это всё и быстро прошло. Я его купила, и в этот же день я пошла и сделала страшную вещь. Впервые в жизни я в Макдональдсе купила хэппи-мил. Мне, кстати, неплохой выбор-то первый раз попался. Финн в пижамке, очень милый, интимный финн. И мой последний комикс. Я на него отзыв уже делала у себя в Инстаграме. Это потрясающий и очень толстенький скульптор. Хорошая взрослая история. Рейтинг у неё 18+. Если хотите, можете пройти в мой Инстаграм и всё прочитать. А у меня комикс только один. Это второй том «Отряда самоубийц». Я вся в ожидании премьеры, которая вот на днях состоится. Я даже решилась перечитать и буду переживать дальше за образ Харли Гвинн, пока я её не увижу на экране. И как обычно, вслед за комиксами у нас будут детские книги. И тут у меня тоже есть чуть-чуть книжек. Конечно, меньше, чем у Светланы. Но я вот половину-то Светиных книг уже тоже прочитала. И даже те, которые я ещё не прочитала. А вот свои-то я и не прочитала. И первые две книги – это, я не знаю, я могу неправильно назвать её фамилию, потому что я не фанат этой женщины. Это Урсула Легуин «Крылатые кошки». И «Крылатые кошки возвращаются». Да, это детские истории. Здесь много иллюстраций. Но всё дело в том, что здесь есть кошки. А во второй части есть вот этот прекрасный юноша с крылышками, жёлтыми глазками, чёрного цвета. Ты уверена, что это юноша? Нет, не уверена, потому что я не читала. Все чёрные котики для меня мужского пола. А все белые и женского. А все белые и женского. А я начну свой детский блог с двух визжательных для меня книг. Это «Приключения девочки-детектива» Мэйзи Хитчинс, пятая и шестая книга. И вот тут опять срабатывает подлое правило с качеством бумаги. В отличие от первых книг, эти книги в два раза тоньше, чем предыдущие, хотя количество страниц у них то же самое и в прошлых книжках. Бумага была практически картонная, очень плотная, а эти книжечки... Зато смотри, можно носить с собой. Я не ношу эти книги с собой, потому что эта книга мне на полчаса, мне в дороге не хватает. Ты не носишь, а дети носят, они для детей и цвет. Но я же тоже их читаю. И следующая книга, это книга про девочку-гения, которой было практически всё интересно. Она очень любила цифру 7, но у неё практически не было друзей. Это Холли Слоун, я считаю, по 7. Мне безумно нравится обложка этой книги. Можно мне посмотреть? Можно. Да, очень миленькая. Вот эти вот мне напоминает обложка «Красная рыбка», но красным цветом напоминает японских карпов. А эти рыбы мне безумно нравятся. А я хотела сказать, сейчас в печали, вот тут вот пока мы прерывались, посмотрела, и вы знаете, вот она была права, она мне тут сказала, ты знаешь, не обязательно все чёрные коты мальчики. Это девчонка. Это девчонка, её назвали Джейн, и кот, прости меня. Ну, ничего страшного, я буду думать, что они могли просто ошибиться, и у Джейн потом... Потом Джейн оказалась Джеком. И я продолжаю, следующая книга, это Лара Уильямсон, мальчик по имени Хоуп. Я её уже прочитала, и мне очень сильно эта книга понравилась. Могу даже сказать, что из последних прочитанных мною детских книг, эта книга одна из лучших. Обязательно в девочках читают, я расскажу. И ещё одна... Как будто я не расскажу, но я тоже хочу. Ну, если я тебе позволю. И ещё одна детская книга, это Кейси Бизли, «Цирк Мирантус». Прежде всего, я обратила на неё внимание именно из-за обложки, уж слишком она притягательная и привлекательная. Я хотела сказать, что вот мне, в отличие от той книжки, вот эта понравилась больше. А я эту книжку ещё, кстати, не успела прочитать. А мне почему-то казалось, что вот цирк, да, и вот здесь вот, где детки стоят, что это, я так понимаю, это снег, наверное, да, вот тут вот. Мне казалось, что этот цирк открывается, и там какое-то сказочное небо со звёздами. Вот я вложила в эту картинку такой смысл. А завершим мы детский блог потрясающей книгой, которую я очень её долго ждала и никогда бы не ожидала её увидеть в переизданиях. И мне очень жаль, что она выпущена не с теми иллюстрациями, которые были в моё детство, потому что, мне кажется, те иллюстрации были лучше, милее. Это Сергей Белоусов «Вдоль парадуги» или «Приключения Печенюшкина». Первая книга, их всего три, я, мне кажется, их в прошлом году перечитывала. Я посмотрела, что Сергей Белоусов этот текст под, ну, частично под современные реалии обновил, потому что написано, что текст этого года. Я в восторге от этой книги, и я тоже расскажу про неё, девочках читают, тем более я сейчас пытаюсь Свету заставить её прочитать, потому что в её детство этой книги не было. Наверное, потому что... В моё детство этой книги не было, а тут ты сейчас нахуй говоришь. Она была просто регионально, вот у меня здесь, на моей территории, этой книги мне не встречалось. Она не выпадала регионально. Следующий мой блог-покупочек Катя называет «Позорище». На самом деле... Я даже отказалась их забирать, кстати, из лабиринта. Да, обычно она забирает книги из лабиринта, а тут, вы представляете, мне пришлось самой забирать этот заказ. В общем, мне захотелось прочитать цикл, который лунные хроники, там вот эта Золушка, да, кто там, Белоснежка, Красная Шапочка. Давно я на него поглядывала, и вот выпустили вот в этих мягких обложках, и я решила себе взять в мягких обложках, напробу вот эту Золушку. Я надеюсь, что Золушка это первая. Ну и вместе с этой Золушкой под горячую руку мне попалась Дженнифер Армин Троуд «Жаркий поцелуй». И в этот момент хочется сделать так вот «Жаркий поцелуй». Как это? Ой, Бонбон! Так вот, «Жаркий поцелуй» я уже прочитала. Я обязательно про него расскажу, но знаете... Вообще, знаете, лето середина, лето у нас жара под 50 градусов. Для жарких этих, для жарких книг. Для потных книг. Для потных, для влажных. Все оказалось не так уж и плохо, как могло бы оказаться. И третья книга. Завершающая позорная книга. Да, завершающая мое позорище. Но хотя, знаете, Катя этого автора читала тоже, и ей тоже нравится. Вот обязательно мы снимем позорное видео позорище, где расскажем про те книги вот этой подростковой молодежной литературы, да, которые нравятся нам. Так вот, Лорен Оливер, мне нравится, мне нравится ее. Делириум, вот эта вот трилогия. Хотя первая и вторая книга мне очень нравятся. Нет, хотя первая книга мне, наверное, нравится очень-очень, вторая очень, а третья... А мне только первая нравится. Как-то не очень третья книга, и она завершила эту трилогию. Это у нас паника. Я не знаю, цикл это будет или все-таки одна книжка. Я надеюсь, что одна книжка. Но у меня тоже свой блок, не позорище. Это блок режиссеров. Я приобрела в этом месяце целых две книжки. Одна очень хорошего качества, а вторая очень позорного. И я вообще даже, я так до сих пор не поняла, кто ее автор. Это чисто была фанатская покупка. Потому что имя на обложке. Черные заповеди Тарантино. Диалоги моя фишка. Вот она, я не знаю, ее в туалет можно было бы в деревне брать. Потому что она такая желтая, вонючая, и непонятно, кто ее написал. Ну, это, я так понимаю, какая-то подборка за все 25 лет работы Тарантино в сфере киноиндустрии. Вот из всех интервью надрали чего-то, и можно будет почитать. Ну, у меня, кстати, была когда-то... А может, когда ты прочитаешь, ты все-таки разберешься, кто ее написал, кто составил. Я хотела сказать, что у меня была биография Тарантино. Неофициальная, наверное, или как. Я с переездом посеяла эту книжку. Вот, теперь у меня есть вот это позорище по качеству. А следующая книга, она очень качественная. Но это не режиссер, который прям вот самый-самый любимый, просто который, на которого иногда приятно посмотреть. Это автобиография мира Кустурицы. И вот эта книга, она очень хорошего качества. Она вся беленькая, красивая. Я пока ее почему-то побаиваюсь читать. Вдруг Кустурица что-то эдакое расскажет про деревню свою. Ну, я довольна. Следующая книга, это потому что мне хотелось чего-то легкого, женского, летнего, ироничного, летнего, да, не обременяющего. Это дневник Бриджит Джонс. Первая книга, вот эта вот серия, где у нас, да, с одной стороны английский язык, с другой стороны русский язык. Ну, просто радость радостная. Мне впервые за все время заказов с лабиринта книга пришла вся из царапанной и грязной. И я даже вот специально ее забрала, чтобы вам показать, что такое действительно бывает. Потому что раньше у нас такого не было. Я ее, конечно, отмою. Царапины я, конечно, не заделаю. Но не очень приятно, потому что мне нравятся вот эти вот обложки. И хотелось бы, чтобы она была чистая и симпатичная. Я читала у Бриджит Джонс две книжки. И мне нравится только первая. Третью я даже и читать не хочу. И меня так смущает этот трейлер. Фильма? Да. Случайно беременна, неизвестно от кого. Следующая книга была выбрана мной по принципу ассоциативного мышления. Мне хотелось чего-то в духе таинственной, нет, тринадцатой сказки, да, чтобы там дом, семья и какие-то... И без заморочек. Глубокие тайны, да. И поэтому я выбрала Кэтрин Уэбб. Наследие, я так понимаю, это переиздание уже ранее выходившей, по-моему, в переводе было, Наследство просто называлось. Здесь у нас две сестры. У них когда-то пропал двоюродный брат. И вот они вернутся в тот старый дом, в свое прошлое. И что-то о себе другая не знаю. Ты интересно рассказываешь, может, и я ее прочитаю. Те книги, которые я смотрела у Кэтрин Уэбб, мне вообще кажется, что она пишет, да, похоже на Диану Сеттерфилд, что-то в этом же духе, в этом же жанре. Вот если я права, да, то напишите, насколько я права. Я покажу тоже более-менее легкие книги, две, да, они более-менее, они есть легкие. И первая книжка это Терри Пратчетт, Держи марку. Давно я засматривалась на этот новый переведенный, впервые переведенный подцикл из плоского мира. И окончательно я решила, что надо купить эту книжечку, чтобы она у меня стояла и ждала своей очереди. После видео Маши, в котором она брала интервью своей знакомой, которая переводила эту книгу и будет переводить весь этот подцикл. Они так интересно про нее рассказали, что я поняла, мне надо это иметь уже. И книга, которую единственную в этом месяце я купила на книжном развале, не могла я его, бедненького, там оставить, и чтобы он там лежал и пролеживал. Это Евгений Гришковец, год ЖЖизни, про первый год ведения своего блога на ЖЖ. И тут есть фотографии, кстати говоря. Я же не ошибаюсь? Нет, я не ошибаюсь. Я к Евгению Гришковцу объективно относиться не могу, поскольку... Земляк. Земляк. И впервые я его даже не читала, я его увидела, это был моноспектакль, как я съел собаку, и мне он понравился. У него прекрасное чувство юмора. А, у тебя знакомство началось именно с постановки, да? Со спектакля, да. Я аж как бы студент театрал, понимаешь? А он приехал на свою родину, там Кемерово-Новокузнецкое, я подпала на спектакль. Это был, наверное, второй или третий курс. Ну, здорово. Моя следующая книга – это Ричард Фленаган, «Смерть речного лоцмана». Хотела я начинать знакомство с долгой дороги на Дальний Север, но почему-то начну знакомство с этой книгой. О человеке, который попадает в бурные речные воды и видит всю свою жизнь. Вот. Мне кажется, что это будет такое нелегкое в плане настроения чтение. Рассвета показала у нас интеллектуальное чтение, я тоже не буду оставаться в долгу. Интеллектуальное чтение. Я вспомнила сразу жаркий поцелуй. А, ну это было позорище, все нормально. Просто я говорю за Фленаганом, что показать логичнее. Я купила себе Германа Гесса, «Степной волк», «Сиддхартха» и «Путешествие к земле Востока». «Степной волк» у меня уже есть давным-давно, и я его перечитывала в мае для того выпуска, который мы пока не сняли, чтение по Нобелю. Я не знаю, он... Наконец-то я сделала то, что мне надо было сделать много лет назад. «Степной волк» у меня открылся в той прелести, в которой должен был открыться. Я решила, что мне надо его иметь в более приличном издании, поскольку у меня лежит лишь мягкая азбука классика. Вот, а теперь он у меня вот такой красивый, и «Сиддхартха» я тоже обязательно прочитаю. Кстати, этот роман рекомендует Генри Миллер «Светк Прочтение». Я помню. Да, я тоже помню, это хорошо, но... Мы потом это обсудим в «Судденье по Нобелю». Сейчас я покажу свои фантастические книги, их в этот раз всего две. Это «Гарри Гаррисон, Гаррисон, Гаррисон», где Гарри Гаррисон рассказывает нам о себе. С великим удовольствием буду читать, потому что раньше я о нем не читала. И вторая книга — это «Филипп Дик», серия «Золотая коллекция фантастики». И в этом сборнике у нас три романа. «Человек в высоком замке», который я больше всего хочу прочитать. Тоже хочу. Вернее, даже перечитать. Я его читала, но читала я его очень давно. И я... То есть общую, да, фабулу, о чем этот роман я помню, о каких-то подробностях полный ноль. «Игроки с Титана» и «Помутнение». И второй томик я тоже себе обязательно приобрету, потому что очень хочу прочитать «Стигматы». Вернее, тоже опять-таки перечитать. Я один за другим. Я, наверное, прям тоже у тебя его почитала. Да, я думаю, что «Человек в высоком замке» кстати тебе понравится. Если «Стигматы» про то, что я думаю по названию, то, наверное, тоже понравится. У меня была книга, где был «Человек» и «Стигматы». Я их вот прочитала вместе, и это было столько лет назад, что я уже... Ничего она не помнит. И не знает, как об этом сказать. Полно, да. Я же должна сделать вид, что я умная. А тут получается, что я не очень умная. Ну ты забыла, все нормально. «Девичья память». У меня две книжки не связаны и вообще никак между собой. Я наконец-то решилась собирать. Писателя, которого я на самом деле очень люблю и уважаю, это Сергей Довлатов, книга «Ремесу». Я хочу его всего в «Азбуке премиум». Мне так нравится это оформление, что на каждой книге какая-то фотография Довлатова. Я Довлатова первый раз читала еще на первом курсе. Проходили сборник «Чемодан». Он великолепный. И уже после института так получилось, что я у маминой знакомой брала полное собрание сочинений Довлатова. И у меня было, наверное, так месяца два или три. Ну я медленно читала, потому что я работала много и в офисе. Это было отвратительно, это было налоговое. Я его за несколько месяцев всего прочитала. Он мне безумно нравится. У него нет ни одной провальной вещи. И мне так нравится, что вот «Вазбуке премиум» выходит с его фотографиями. Я это уже говорила, потому что Сергей Довлатов очень, знаете, брутальный и харизматичный мужчина был. И следующая книга я уже который месяц собираю себе. Энди Уорхола, который мне нравится. И тут Энди Уорхол и Пэт Хэкетт. Папизм. Уорхоловские 60-е годы. И, кстати, в папизме у нас нет иллюстраций, но книжка такая же хорошая. Не знаю, мне они нравятся, вот это вот оформление мягкое. Очень они круто смотрятся. Очень стильные книги. Да, да. Прям как для меня. Вот когда они выпускали в начале 2000-х «Сорокина», это, конечно, было не слишком стильно, но очень подходило под определение социализма. А эти, как они смотрятся на полках. Великолепно. И следом у меня идут шведские книги. Первая книга – это «Талмудище». Дуэт шведских авторов «Слабость Виктории Бергман». И первую книгу «Деночка Ворона». Я начинала читать в электронке ещё весной. Я поняла, что мне очень нравится. И мы ходили вокруг этой книжки в магазине. И мне нужна бумажная версия этой книги, чтобы оценить всю эту прелесть. Но я очень сильно сомневалась в том, чтобы покупать именно трилогию в одном доме. Потому что с ней ты не походишь. Я её никуда не могу взять с собой, читать её только дома. Для меня это всегда большая проблема. Я бы представила, если бы ты одновременно читала своего вот этого «Фрая пяти томник» и вот эту книжку и носила бы их с собой. На очень непростую тему эта книга, и мрачная, и депрессивная. И даже не знаю, читать ли за один присест сразу все три книжки, или всё-таки как-то оградить себя и насладиться всем этим с перерывами. И ещё один шведский автор, которого я нежно люблю и так его ласково и зову, просто Юхан. Это «Призрак Кургана», это переиздание. Тем более Юхан, я не могу. Он такой домашний шведский рыбак. Вроде как сейчас собираются переиздавать все его книги вот в этой серии. Будут они все вот так выглядеть. Красиво. Красиво. Мне очень нравится. Поэтому я наконец-то его себе соберу на свою книжную полку. А так я его до этого читала только в электронном виде. Хотя нет, «Ночной шторм» у меня не в электронном виде. А вот следующие мои книги, которые тоже у меня давно лежали в отложенном, это была такая, наверное, лёгкая истерика. На издательство «Текст» были хорошие скидки, а эти книги, в принципе, дорогие, и тут они стали подешевле, гораздо дешевле с нашей скидкой. И я решила гулять так гулять, и я купила себе сразу четыре книги серии «Белингово». Четыре. Я понимаю, если гулять-то гулять, ты бы сказала сразу всю серию. Да, она меня не вся, кстати, интересует, и я бы хотела в этой серии ещё и Артюра Рэмбо, но, естественно, его давно нет в продаже. Так вот, я купила себе поэзию. Если вы опять-таки подписаны на мой инстаграм, вы уже всё это видели. Это Джеймс Джойс, которого я, в принципе, сомневалась, что он мне нужен, но как мы со Светой шутим, Света любит. Света из поэзии может читать только «Цветок растёт на лугу, я жить без тебя не могу». Вот это я могу читать в поэзии. А Джеймс Джойс, он в основном такой и пишет, так что Света теперь узнает его с новой, простой стороны. Далее у меня идёт это Сэмюэль Бэкет, которого я тоже очень люблю, но у которого стихотворения не так-то просты. Следующий у меня идёт Жан-Жене с потрясающей картиной Балтуса. Это улыбчивый котик, он теперь у меня уже давно стоит на заставке на телефоне. Честно скажу, Жан-Жене не так уж сильно мне понравился, больше мне у него понравились пьесы, но это я купила, да, в основном вот девочки такие, девочки, особенно когда им показывают котиков. И Гьём Аполлинер, и этот сборник самый толстенький. Его у меня раньше не было вообще, и наконец-то он у меня есть. Мне кажется, Белинго бы очень много приобрела, если бы в этой серии они выпустили для меня Поли Элюара. Потому что Поли Элюара давно нет в продаже, а я хочу его стихотворение у себя иметь на бумаге. И закончим мы книгами одного очень интересного издательства, это издательство Ломоносов. Они с нами связались и предложили выбрать на обзор те книги, которые нас заинтересуют. А у нас у них много что интересовало. Да, так как меня интересует в последнее время женская тема, то я себе и выбрала книги, связанные с женской темой. Ох, я смотрю на свои книги и думаю, что ж меня-то интересует. И первая книга, она тоже связана с женской темой, потому что это процессы о колдовстве в Европе и Российской империи. Следующую книгу я выбрала, потому что у меня пошла такая ассоциация с тибетской книгой мёртвых. Она у меня есть, я её когда-то читала. Это «История и география загробного мира». Она самая толстенькая и вызывает во мне, наверное, больше всего доверия. Кстати, да. И интерес. Она даже во мне интересна. Здесь тоже есть иллюстрация. Я вообще, я люблю вот эту тему, особенно я очень любила её раньше. Ну, а пояснять, почему я выбрала последнюю книжку, думаю, не стоит, потому что это... 18+, это «Обнажённая Япония». Я думаю, что вот эту книгу я буду читать самой первой и в каком-нибудь ближайшем прочитанном обязательно расскажу про неё. А какое у нас может быть ближайшее прочитанное, у нас ещё июнь не снят. И тогда я завершаю своими двумя книгами. Первая – это «Мир английской леди». Мне кажется, что многих интересует то, как жили именно английские леди всегда. Как пример для всей Европы. Да, и очень много по этой теме написано книг, работ и так далее. Но вот добавлю кое-что в свою копию. Тем более, я вот хотела сказать, это не викторианская Англия, которую так сидит. Да, здесь у нас, кстати, 17-е и начало 18-го века. И последняя книга – это «Мир русской женщины». И я хотела сказать, что вот в отличие от того, что я знаю о мире и жизни английских женщин, французских и вообще, в принципе, да, женщин, европы, да, и азиатских. На фоне этих знаний я очень мало знаю о том, как же жили русские женщины. И это очень странно, если не сказать более грубое слово. Я тоже сейчас вспоминаю и думаю, я тоже мало что знаю про мир русской женщины. Ну, не считая вот этого, конец 19-го века, когда пошли вот эти все кружки, эмансипе, сигаретки. Мы в институте вот проходили, вот прямо вот, чтобы женщины обсуждали, наверное, только на фольклоре русском, когда, я помню, наша преподавательница говорила нам, что вы не смотрите на историю, да, понятно, там всегда главенствовали мужчины в этот период, что в нашей стране всегда в семье, в быту был матриархат. Такой хороший, жесткий матриархат. Но прежде чем уже окончательно попрощаться, у нас есть одно малюсенькое объявление, важное для нас. Мы в августе, в начале сентября будем делать очередной выпуск «Вопрос-ответы». Если у вас есть к нам какие-то вопросы, то мы оставим внизу ссылочку на группу ВКонтакте, на запись в группе ВКонтакте, где вы можете пройти и задать нам вопросы. Не надо задавать их в комментариях и большая просьба, не пишите нам вопросы, как вы относитесь к тому писателю, как вы относитесь к этому писателю. Мы не будем на них отвечать. Вы обязательно рано или поздно узнаете, как мы к ним относимся. И на этом уже точно будем закругляться. Обязательно напишите, что вы покупали, что вы читали из того, что мы вот вам показали. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Котики, не умирайте от жары. Читайте книжки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...